Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». И сегодня в нашей программе мы хотели бы вам рассказать о заседании Наблюдательного совета Казанского федерального университета, в который принял участие президент Татарстана Рустам Мениханов. Должен напомнить, что Рустам Мениханов также является председателем Попечительского совета Казанского федерального университета. Мы также хотим вам рассказать сегодня в нашей программе о двух крупных международных конференциях, которые прошли в стенах Казанского федерального университета. Хотелось бы обратить ваше внимание на первый международный форум по проблемам глобальной безопасности, который был приурочен к 110-летнему юбилею министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громека. И буквально в эти же дни в Казанском федеральном университете проходила 15-я международная научно-практическая конференция «Державенские чтения». Об этом мы тоже вам расскажем. Ну и в нашей программе мы хотели бы вновь обратиться к теме сотрудничества Казанского федерального университета с японскими вузами. И об этом более подробно расскажет проректор Дмитрий Таюрский. Итак, 17 октября 2019 года состоялось заседание Наблюдательного совета нашего университета, в котором принял участие президент Атарстана Рустам Мениханов. Надо отметить, что президент Атарстан Рустам Мениханов является также председателем Попечительского совета Казанского федерального университета. Из Москвы на заседание прибыли замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская, а также заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров. Надо отметить, что заседание Наблюдательного совета является весьма важным событием в жизни университета. По сути, это отчет ректора Ильшата Гафорова и коллектива университета о проделанной работе за прошедшие пять лет перед учредителем Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также перед членами Наблюдательного совета университета. 17 октября 2019 года в Казанском федеральном университете состоялось заседание Наблюдательного совета. В заседании принял участие президента Атарстана, председатель Попечительского совета университета Рустам Мениханов. В ходе заседания ректор Ильшат Гафуров представил отчет за период работы с 2015 по 2019 годы. Также были обсуждены вопросы текущего управления университетом. В работе заседания принимали участие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Александровна Боровская, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Михайлович Лавров. В своем докладе ректор Ильшат Гафуров отметил, что в планировании и оценке эффективности своей деятельности университет опирается на два стратегических документа – программу развития федерального университета и программу повышения глобальной конкурентноспособности проект 5 ТОП-100, в котором КФУ участвует с 2013 года. Кроме того, КФУ опирается на требования программ, формирующих задания со стороны Республики Татарстан. За пять лет произошли значительные позитивные изменения в научно-образовательной области университета. Об этом говорят и те показатели, на которые ориентируется учредитель университета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Речь в том числе шла и о глобальных рейтингах университетов, в которых заметно продвижение Казанского федерального университета. В глобальном рейтинге QS за пять лет университет продвинулся на 200 позиций, 600-й переместившись на 392-ю позицию. Причем количество направлений в предметных рейтингах QS год от года повышалось. И если в 2016 году это были всего четыре направления, то уже к 2018 число достигло 11. На этом слайде представлен перечень этих направлений. В глобальных рейтингах THE количество направлений также увеличивается. Причем в направлении образования Казанский университет вплотную подошел к заветной сотне, заняв лидерскую позицию среди вузов России. По направлению медицина университет вышел на второе место среди российских вузов. В так называемом шанхайском глобальном рейтинге ARVU в 2019 году КФУ занял позицию в диапазоне 801-900, обосновавшись на седьмом месте среди российских университетов. Причем в предметном рейтинге по направлению химические технологии КФУ вышел на позиции 401-500, заняв второе место среди вузов России. Как бы кто ни критиковал публикации в низкорейтинговых журналах сотрудников КФУ, но показатели диктуемой программы 5 ТОП-100 никто не отменял. Надо понимать, что такая практика, помимо наращивания объема публикаций, дает еще и хорошую школу, если хотите, учебу для большей части гуманитариев университета. Ведь до проекта повышения конкурентоспособности вузов гуманитарии вообще не имели практики публикации в иностранных научных журналах. В то же время мы можем отследить и весьма позитивную тенденцию постепенного перехода количества в качество – рост публикаций в более солидных и престижных научных журналах второго и первого квартиля. Подтверждением этому служат также и увеличение цитируемости статей. Рост числа желающих поступить в Казанский федеральный университет подтверждает востребованность университета как среди отечественных, так и иностранных граждан. Устойчивая динамика среднего балла ЕГЭ абитуриентов говорит об этом же. Динамика увеличения доходов университета также в этом тренде. В 2019 году сумма доходов достигла более 11 миллиардов рублей. Рост доходов не мог не сказаться на заработной плате сотрудников. Динамика роста средней заработной платы профессорско-преподавательского состава в соотношении с республиканскими показателями приведена на слайде. Динамику базовых окладов профессорско-преподавательского состава можно наглядно оценить на слайде и в цифрах, и в процентах. В целях развития Казанского университета за пять лет было привлечено более 32 миллиардов рублей, создано 200 новых лабораторий и 12 центров превосходства. Для более наглядного понимания проделанного в университет за последние пять лет с 2015 по 2019 годы в части инфраструктурных преобразований был продемонстрирован фильм. В период с 2015 по 2019 год тренд на модернизацию инфраструктуры университета продолжил свой устойчивый динамичный рост. Совершенно новые объекты появляются у Казанского федерального университета. Химический институт имени Бутлерова, прежде стесненный рамками старого здания, получил великолепные дополнительные площади нового корпуса для расширения своего научно-образовательного процесса. Новый корпус химического института, общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров, был сдан в эксплуатацию в мае 2015 года. Планетарий имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова, общей площадью 1300 квадратных метров, также можно сказать, возник на пустыре Астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Это единственный планетарий в России, находящийся в составе университета. В этом ряду необходимо отметить и знаковый международный проект – создание научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, ориентированного на диагностику и лечение онкологических и орфанных заболеваний пациентов со сложным диагнозом, а также перенесших травму спинного мозга. Научными партнерами проекта выступают университеты Ноттингема, Корнелла и японский научно-исследовательский консорциум Рикен. В здании центра на Волково-18 практически завершены все строительно-ремонтные работы. Говоря о биомедицинском направлении, стоит напомнить, что в 2015 году при непосредственной поддержке председателя попечительского совета, президента Татарстана, произошло одно из ключевых системных изменений университета – это создание университетской клиники. За счет объединения трех медицинских учреждений города Казани было сформировано не имеющий аналогов в российском академическом пространстве собственное клиническое подразделение университета. В результате столь масштабных изменений в создании медицинского кластера произошел прирост имущественного комплекса университета. Комплексы трех клиник в составе РКБ номер 2, городской БСМП номер 2, городской поликлиники номер 2 добавили в общей сложности почти 38 тысяч квадратных метров. Все клиники практически сразу были включены в процесс модернизации имеющейся инфраструктуры, поскольку не соответствовали требованиям современной високтехнологичной университетской клиники. Процесс модернизации клиник продолжается до сих пор, поскольку достаточно серьезный объем работ требует соответствующих как финансовых, так и временных ресурсов. Практически с 2015 года начались инфраструктурные изменения в РКБ-2 на улице Чехова. На данный момент идут работы по перестройке второго этажа для терапии платных пациентов. Здание, в котором ранее располагалась городская больница скорой медицинской помощи по адресу Иршова-2, сейчас находится на финальной стадии ремонта. Отметим, что здесь также располагается центр лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сами ремонтные работы начались больницы еще в 2016 году. Ремонт шел и продолжается до сих пор, при этом текущее функционирование не прекращается и идет параллельно со строительными работами. Поликлиника номер 2 на улице Вишневского-2 также претерпела серьезные перемены, в результате которых изменился сам подход к работе с пациентами. Здесь также работа поликлиники по обслуживанию населения не останавливалась ни на минуту, несмотря на активные строительно-ремонтные работы внутри и снаружи здания. Финансированием строительно-ремонтных работ помогал республиканский бюджет. Разрушающееся пустое здание бывшего военного госпиталя в результате реконструкции и модернизации превратилось в инновационный научный и образовательный комплекс Института фундаментальной медицины и биологии. Надо отметить, что реконструкция проходила в очень жестких ограничительных рамках охраны объектов культурного наследия, что, безусловно, накладывало дополнительные ресурсные и временные затраты. Инженерное направление Казанского федерального университета получило новые площадки, оснащенные всем необходимым оборудованием для образовательного процесса в рамках прикладной науки. Причем модернизация не прошла стороной и инжиниринговый центр в набережно-челнинском институте Казанского федерального университета. Второй высотный корпус университета впервые после советского периода подвергся столь масштабной реконструкции, позволившей учебные и научно-исследовательские процессы перевести в более комфортные и современные условия, вне зависимости от климатических перепадов снаружи зданий. Надо отметить, что ремонтные работы и реконструкция коснулись также многих других структурных подразделений. Институт международных отношений КФУ обновил здания, аудитории и холлы. Реконструкция помещения Института управления экономикой и финансов практически полностью преобразила здание на Бутлерово-4. Институт психологии образования в рамках подготовки будущих учителей по распределенной модели строит свои образовательные модули в модернизированных лабораториях и реконструированных помещениях исторического здания. Институт филологии и межкультурной коммуникации также претерпел значительные инфраструктурные изменения. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ получила в свое распоряжение первоклассные телевизионные студии, ньюзрум и шоу-рум телевизионных программ, которые транслируются на университетском телеканале Универтв. Подготовительный факультет для обучения русскому языку будущих иностранных студентов в университете готовится въехать в отремонтированные новые помещения. В память о великом ученом, ректоре Казанского университета Николай Лобачевский не раз поднимался вопрос о создании одноименного музея, начиная с царских времен, но только в 2017 году это событие наконец произошло. 2017 год был объявлен в КФУ годом Лобачевского. Ремонтные работы коснулись также и общежитий КФУ, расположенных на улице Пушкина. Были обновлены фасады общежитий на улице Красная Позиция и Гвардейской. Деревня Универсиада в связи с проведением Чемпионата мира по профессиональному мастерству была приведена в готовность в кратчайшие сроки для заселения участников WorldSkills Казань 2019. Уникс также не остался в стороне. Здесь были проведены работы как в холлах, так и в помещениях универсального комплекса. Для улучшения жилищных условий в части приобретения индивидуальных домов сотрудникам университета были предоставлены возможности участия в строительстве коттеджного поселка по линии Российского фонда жилищного строительства. В целом, за прошедший пятилетний период кампус университета в пределах Казанской агломерации увеличился более чем на 60 тысяч квадратных метров. В заключении хотелось бы отметить, что в финансировании части столь масштабных инфраструктурных изменений принимали участие и попечители университета, акционерное общество «Связь Инвестнефтехим» и группа компаний «Таиф». Я хотел бы еще раз поблагодарить всех коллег, поблагодарить Эльшадра Абхача. На самом деле, очень обстоятельно он доложил, но не только обстоятельно доложил, мы видим, как университет меняется. На самом деле, мы радуемся, что у нас большие изменения в университете. Я очень надеюсь, что наше предложение по дальнейшему контракту Риктора будет тоже положительно решено. В Казанском федеральном университете прошел первый международный форум по проблемам глобальной безопасности, приуроченный к 110-летнему юбилею министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыка. В рамках форума состоялось подписание соглашения между ассоциацией внешнеполитических исследований имени Андрея Громыка и Казанского федерального университета, что позволит вывести проведение форума в дальнейшем на постоянную основу в стенах Казанского федерального университета. Посвященный 110-летию со дня рождения знаменитого советского дипломата Андрея Громыка, международный форум прошел с 10 по 15 октября в Казанском федеральном университете. На его полях эксперты обсудили проблемы глобальной безопасности. Можно без преувеличения сказать, что в мировую историю Андрея Громыка вошел как один из самых искусных дипломатов, умевших добиться поставленной задачи посредством использования сильных качеств своей стороны, противовес слабости оппонентов. Именно на эти годы его руководство советским МИДом пришелся пик холодной войны, когда мир, по сути, стоял на пороге ядерной катастрофы, избежать которой удалось не в последнюю очередь благодаря усилиям Андрея Андреевича Громыка. Судьба распорядилась так, что Громыка всегда находился в центре мировой политики и принимал активнейшее участие в целом ряде ключевых событий второй половины XX века. Основное внимание на форме эксперты со всего мира уделили важнейшему аспекту современных международных отношений – глобальной безопасности. В первую очередь, проблемам в политической, военной, экономической и других сферах, представляющих стратегическое значение для обеспечения национальных интересов и безопасности Российской Федерации. Я думаю, что первые чтения имени Громыка должны заложить основу для того, чтобы они проходили на регулярной основе, чтобы на регулярной основе они проходили в стенах этого университета, но также и в других региональных университетах России, а также за рубежом. Потому что очень интересно было некоторые элементы экспозиции, которые здесь есть, видеть в Нью-Йорке, видеть на новостной ленте и знать, что то, чем мы занимаемся, имеет большую международную отдачу. В настоящее время, конечно, союзное государство, Россия и Белоруссия развиваются по многим направлениям идентично. Нас интересуют общие проблемы, нас интересует общий вектор развития. Это касается в том числе и не только дипломатии, не только экономической сферы, но и прежде всего гуманитарной сферы. Здесь, наверное, впервые прозвучат темы, связанные с Латинской Америкой, Соединёнными Штатами, с Европой. Поэтому очень интересно обменяться мнениями, в том числе с коллегами, которые из факультета, с института международных отношений КФУ. Я думаю, что если бы в форуме мы можем покромче обсуждать о том, какая современная ситуация мира, и что в будущем есть какие-либо перспективы сотрудничества между Китаем и Россией. Форум даст нам видение больших перемен в сфере международного сотрудничества, международной деятельности. А также этот форум поможет выявить исторические моменты сотрудничества России, США и, конечно же, другими странами. В год очередного юбилея Андрея Громыка со дня его рождения не только в России, но и в СНГ проходит множество мероприятий, приуроченных памятной дате. И это время должно стать точкой отчета для развития новой знаковой инициативы КФУ, реализуемой при поддержке партнеров. Мы очень рассчитываем на то, что наши организации, наши партнеры, все те, кто принял участие и в подготовке этого форума, без поддержки которых наша сегодняшняя встреча была бы невозможна или затруднительна, рассчитываем на то, что мы сможем оказать нашу посильную помощь университету для того, чтобы сделать это ежегодной и крупной международной площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов нашей истории с опорой на те события, которые происходили и в 20 веке. Стоит отметить, что Татарстан же со своей богатой историей традициями выполняет на этом форме роль моста для диалога между культурами. Казань создает все условия для обмена и общения между людьми различных стран и народов. Поэтому именно этот город выбран в качестве места для подобной экспертной площадки отнюдь не случайно. Не так давно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на встрече дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия – это страна-цивилизация, сохранившая самобытность и общность народов. Для нас очевидно, что разнообразие – это норма. Она учит терпимости и терпению. И здесь речь идет именно о способности понять и принять разные точки зрения, традиции и уклад, а не навязывать свою модель в качестве аксиомы. Стоит отметить, что особый интерес к форму выражает и руководство республики. 11 октября в кабинете министров республики Татарстан состоялась встреча президента республики Татарстан Рустам Мениханова с директорами институтов Российской Академии Наук, в ходе которой обсуждались дальнейшие перспективы развития форма. У нас более 9 тысяч студентов иностранных из 104 стран мира. Поэтому, конечно же, для нас проведение такого рода форм – это и позиционирование нашего университета, как университета, выпускающего международников с одной стороны. С другой стороны, мы до последнего времени всегда были ориентированы на восточном направлении, где Академик Науки у нас не остается научным руководителем этого направления. А сегодня же формат расширяется. И вот мы договорились с коллегами из институтов Академии Наук, что здесь не будет только проводиться этот форум, но и у нас будут постоянные дискуссии, и многие из них готовы открыть свои кафедры на нашей площадке, точно так же, как мы готовы открыть кафедры и направлять туда и наших аспирантов под двойное научное руководство. Казанский федеральный университет в очередной раз стал центром сосредоточения и исследований, связанных с развитием международных отношений. Международный форум «Первые чтения имени Андрея Громыка» начал свою работу в КФУ 10 октября. В рамках форума стоялось и подписание ряда документов. Так, КФУ и Ассоциация внешнеполитических исследований имени Андрея Громыка заключили соглашение о сотрудничестве. Хотел бы получить глубокую признательность за то, что университет посчитал правильным и целесообразным заключить это соглашение. Мы надеемся, что уже подходящий в эти дни форум и те мероприятия, которые мы задумали, принесут большую пользу вам, студентам и всей деятельности такого прекрасного и во многом образцового высшего учебного заведения нашей страны. Также 11 октября было подписано соглашение о сотрудничестве с Гомельским государственным университетом, предполагая, за что данное соглашение повлечет за собой совместное участие в УЗО в грантах на фундаментальные исследования двух стран – Белоруссии и России. Стоит отметить, что в рамках мероприятия стояли дискуссии в формате трех экспертных панелей. Первая из них была посвящена архитектуре полицентричного мира в разрезе отношений России, США, Китая, Европейского Союза и стран Латинской Америки. Вторая – медиадипломатии и политической лингвистики в современных реалиях. А третья – международному праву перед лицом межконфессиональных политических и дипломатических вызовов. В Казанском федеральном университете с успехом прошла 15-я международная научно-практическая конференция «Державинские чтения». Подробности смотрим в нашем репортаже. Поэт, философ, гуманист и даже юрист – все это про того самого Державина. Державина, которого в России знают, величают не иначе, как Гавриил Романович. Его биографию студируют как наглядное пособие, а стихи, статьи и заметки уже больше двух столетий служат материалом для исследований и рассуждений, в том числе и в рамках таких масштабных формов, как «Державинские чтения», которые вот уже пятый раз проходят на базе Казанского федерального университета. У нас, конечно же, очень важно проведение этих конференций на нашей площадке, потому что по всех своих, в том числе и литературных произведениях, Гавриил Романович достаточно много раз упоминал и Казань, и то историческое прошлое, которое описывалось в его произведениях. В 2015 году на базе Всероссийского государственного университета юстиции впервые зародилась традиция проводить «Державинские чтения». С каждым годом масштаб конференции растет. В 2015 году по инициативе ректора Всероссийского государственного университета юстиции Ольги Александровы, а также благодаря поддержке руководства Республики Татарстан, «Державинские чтения» стали проводить на родине Гавриила Романовича, который вот уже пять лет проходит в Казанском федеральном университете. Открыл тогда первые в Казани «Державинские чтения» российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе. Тогда на первых «Державинских чтениях» в Казани прошло 12 круглых столов. Его участниками стали не только представители юриспруденции, студенты, но и именитые гости. Среди них и председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыгин. В 2016 году «Державинские чтения» стали поистине торжественные, а старт им дали еще 20 июля в селе Каипы Лаишевского района, где состоялось открытие бюста Гавриила Державина. В саму дату открытия «Державинских чтений» состоялось открытие бюста Муса Джалиля в ректорском садике Казанского федерального университета. Такой подарок университету сделал Всероссийский государственный университет юстиции при поддержке проекта «Аллея российской славы». В 2017 году «Державинские чтения» обрели почетный международный статус. В тот год принять участие смогли представители стран ближнего и дальнего зарубежья. Проводим 13-е «Державинские чтения». В прошлом году регламентом «Державинских чтений» было принято общее решение перейти в статус международный. Ежегодно чтения затрагивают широкий круг вопросов. Список тем расширяется. В связи с современной повесткой в мире основной плюс конференции в том, что студенты могут поучаствовать в диалоге и не только узнать мнение видных политических деятелей, но и представить свое видение проблемы. Мы всегда с особой теплотой вспоминаем Державина. Ежегодно 14 июля, в день его рождения, проходит праздник поэзии, вручаются всероссийские державинские премии, которые отмечают наиболее значимые литературные произведения, проводятся в фестивале, конференции и конкурсы. Каждый год традиционная работа конференции начинается с возложения цветов к памятнику Державина в лицком садике Казани. Не стал исключением и 2019 год. В 2018 году державинские чтения, можно сказать, были юбилейными. 3 июля исполнилось 275 лет со дня рождения Гавриила Романовича. В рамках конференции состоялась приуроченная к юбилею Державина и 190-летнему юбилею классика Льва Толстого про наука «Ночь в императорском». Почетным гостем «Ночь в императорском» стал доктор физико-математических наук, вице-президент Толстовского фонда в Нью-Йорке, проправнук декабриста Сергея Волконского, родственник Льва Николаевича Толстого по Волконским Андрей Кочубей. В рамках 14-х державинских чтений школьники Лаишевского района Татарстана получили статус воспитанников Сокуровской школы имени Державина. Казанским федеральным университетам было подписано соглашение, которое предполагает методическую помощь школе в области изучения, юриспруденции и филологии. И может быть, когда-нибудь люди, приезжая в Лаишево, будут называть именами тех ребятишек, которые сегодня еще посещают данную школу и школы, и детские сады, и улицы, и парки. За прошедшие 15 лет державинские чтения выросли в международную конференцию, объединившую ученых России и зарубежья, представителей органов власти, студенческое сообщество. Нынешние чтения имеют особое звучание и значимость для формирования мировоззренческой культуры юриста. Площадка, которая выбрана Казанский федеральный университет на родине Гавриила Романовича Державина, она очень гармонична в общем-то здесь. У нас все получается, я считаю, что эту традицию мы будем продолжать. Державинские чтения – крупнейший по своим масштабам научный форум. Прежде всего на него съезжаются представители органов государственной власти. Из России и ряда стран государств мира. Новые связи, знакомства, новые впечатления, интереснейшие доклады. То есть вот просто каждый год я жду чего-то нового, и я жду вот именно знакомства и действительно каких-то новых статей, новых идей. И я просто всегда в восторге. В прошлом году тоже вот я была докладом просто в полном восторге. И в этом году я еще жду больших эмоций. И привлекает меня возможность обмена мнениями с моими коллегами, представителями научного сообщества, по самым актуальным проблемам правового развития России в целом и ее регионов. В рамках конференции я выступал в роли участника, то есть студента на секции конституционное право и международные процессы. Доклад у меня связан с международным правом формирования имиджа Российской Федерации в контексте информационной войны. Я принимаю в ней участие уже второй год подряд. И это такая площадка, где присутствует множество людей с разных филиалов. То есть площадка для знакомства, для дальнейшего, допустим, общения. Запомнилась лекция судьи административного суда Германии, фрау Штамм, которая представила достаточно интересный доклад относительно судебной системы Федеративной Республики Германия. Во время конференции работало 12 круглых столов, в рамках которых были рассмотрены вопросы применения источников права в условиях государственных и конфессиональных отношений в стране, конституционного обеспечения развития гражданского общества, международно-интеграционных процессов. За 15 лет существования в мероприятиях приняли участие более трех тысяч научно-педагогических работников, аспирантов, практикующих юристов, студентов, как я сказал, вузов Российской Федерации и другие участники. Начиная с 15-го года стало доброй традицией проводить форум совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции в стенах старейшего в стране Казанского федерального университета. И это решение, на мой взгляд, вполне закономерно. Содержание секций конференции выходили за пределы исследований работ поэта и политического деятеля Российской империи. В частности, были осмотрены вопросы современного государственного устройства, необходимости реформирования законодательства, проблемы цифровой экономики и филологии. Обращаясь к личности Державина, к его литературным и юридическим изысканием, и маститые, наверное, ученые и те молодые люди, которые принимают здесь участие, не просто размышляют о путях развития нашего государства, но и пытаются в его трудах отыскать ответы на многие вопросы, актуальные и по сей день. В ходе 15-го Ежаинской чтения было подписано соглашение о сотрудничестве между Всероссийским государственным университетом юстиции, Казанским федеральным университетом и Министерством образования и науки Республики Татарстан. И мы вновь возвращаемся к теме сотрудничества Казанского федерального университета с японскими вузами. Проректор университета Дмитрий Таюрский расскажет об этом более подробно в нашем репортаже. Делегация Казанского федерального университета в составе ректора Ильшата Гафурова и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского со 2 по 8 октября находилась с визитом Японии для участия в форуме «Наука и технологии в обществе-2019». Этот форум проходит в Киото уже в 16-й раз в этом году. Он организован по инициативе бывшего министра экономики Японии господина Коджи Оми. В этом форуме ежегодно принимает участие премьер-министр Японии Абы. С нашей стороны в этом году, с российской стороны, принимал участие вице-премьер российского правительства Максим Алексеевич Акимов. Казанский федеральный университет тесно связан со страной восходящего солнца. У истоков сотрудничества КФУ и университетов Японии стоит проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Еще в конце 90-х начали налаживаться контакты сначала по физике, а затем и по другим областям. Именно тогда было подписано соглашение о сотрудничестве и студенческом обмене между Канадзавским и Казанским университетом. Развитие сотрудничества с Японией в КФУ не останавливается не на минуту. Свидетельствует то, что каждый подобный визит приносит новые весомые результаты. Так, в этот раз в процессе посещения Казанского университета с целью нахождения новых точек соприкосновения гостям было продемонстрировано, как развивается деятельность ученых КФУ по целую ряду направлений. Так, в рамках визита ректорка Фульша от Гафуров встретился с представителями Токийского университета и компании Джишангриламедикал. Интерес у японской стороны вызвали такие сферы, как биомедицина, нефтехимия и экология. В программу нашего визита были включены несколько деловых встреч с высокотехнологичными компаниями Японии, которые ищут выход на российский рынок. Причем выход на рынок не просто для того, чтобы что-то производить, а чтобы одновременно делать исследовательские проекты по внедрению тех или иных продуктов, товаров на рынок, чтобы можно было их адаптировать под российского потребителя, под условия российской действительности. И в рамках одной из таких бесед с японской компанией GFR, которая занимается крупными биотехнологическими проектами, было достигнуто согласие, точнее, мы получили предложение о создании с помощью этой компании на базе Казанского федерального университета некого биотехнологического центра инжиниринга для работы в области перспективных проектов по утилизации отходов сельского хозяйства, по развитию рынка новых биологических добавок как для кормов животных, так и для человека, и о исследовательских проектах в этих областях. Стратегическим же партнером ВУЗа, начиная с 2008 года, является Исследовательский институт Рикен, занимающийся исследованиями широкого диапазона физика, химия, биология, медицинские исследования, инженерия и компьютерная техника. В 2011 году ректор Казанского университета Ильшат Гафуров лично посетил научно-исследовательский институт Рикен для более детального ознакомления с его деятельностью. С этого момента развитие сотрудничества двух университетов стало принимать все более динамичный характер. Наш университет является одним из ведущих университетов по взаимодействию с японскими университетами и научными организациями. Подчеркиваю, и почему. Потому что у нас не только образовательные проекты, у нас крупные исследовательские проекты. Нашими ключевыми партнерами, стратегическими партнерами в Японии являются институт Рикен, институт физических и химических исследований, расположенные в нескольких кампусах, основная штаб-квартира, основной кампус расположен в городе Токио, и университет города Конозавы. О многих совместных проектах было рассказано в разделе японского правительственного сборника «Уиэта Мадачи», посвященного сотрудничеству Японии и России и опубликованного в преддверии визита в страну в декабре 2016 года президента Российской Федерации Владимира Путина. Перечень совместных проектов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и ведущего научно-исследовательского института Японии Рикен был представлен правительством Японии, как пример успешного межгосударственного сотрудничества в научной сфере. Оба проекта, Институтом Рикен и Суниверситетом Конозавы, дважды попадали в специальные выпуски бюллетеня кабинета министров Японии, как лучшие примеры взаимодействия российских и японских учебных и научных учреждений. Эти выпуски специально были подготовлены один раз к визиту Владимира Владимира Путина в Японию, другой раз к визиту премьера министра Абы в России. В этом плане у нас все проекты поддержаны как японским правительством, так и самими учреждениями в Японии. Наш университет является ключевым партнером Каднозавского университета по программе подготовки лидеров 21 века. Это специальная программа, инициированная Министерством образования, науки, культуры и спорта Японии. Этот проект финансируется этим министерством. Ежегодно мы принимаем от 80 до 100 студентов из университета Каннозавы к себе ежегодно на разные уровни программ. И от 50 до 70 студентов Казанского университета находятся на разного уровня стажировок с разной длительностью в Каннозавском университете. Благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустам Миниханова, в 2017 году сотрудничество между Казанским федеральным университетом и Японским институтом Рикен вышло на новый уровень развития. Заработал центр Рикен КФУ, который базируется в Японии. На базе центра уже успешно прошли стажировку врачу университетской клиники и сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. На этом сотрудничество с вузами и научными центрами не заканчивается. В рамках визита в Японию ректор КФУ Ильшат Гафуров и проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский посетили университет Кендай. Прежде всего, представители КФУ привели встречу с председателем наблюдательного совета университета Кендай, потомком основателя вуза, бывшим министром экономики Японии и действующим членом парламента страны господином Сека. Во время беседы он выразил глубокую заинтересованность в расширении взаимодействия между университетами и желание посетить КФУ в ближайшее время. С 2020 года запускаем три программы совместных дипломов в области информационных технологий, в области химии новых материалов, фотохимии и в области технологической инженерии. Дело в том, что университет Кендай является проводником специальной философии инженерного образования Моно-Дзукури в Японии. Это целостное инженерное образование. И наш университет включен в эту программу также. Далее Ильшад Гафуров принял участие в открытии студенческого научного саммита университета Кендай, посвященного междисциплинарным исследованиям и технологиям будущего, где выступил перед студентами и преподавателями. Еще одной точкой в рамках визита стало посещение показательных выступлений клуба Сумо университета Кендай, члены которого представлены в национальном рейтинге борцов Сумо Японии. В беседе с руководством университета на этой площадке также была затронута тема татарско-башкирской национальной борьбы Кэрэш. Напомним, что в конце сентября делегация университета Кендай посетила Казанский федеральный университет. За последние годы сотрудничество между научными центрами росло. Имеется два подписанных соглашения, в рамках которых реализуются обменные программы. Стоит отметить, что 23 сентября в интеллектуальном центре Фундаментальной библиотеке Московского государственного университета имени Ломоносова торжественно открылся в восьмой форум ректоров университетов России и Японии. В мероприятии приняли участие более 350 человек. Главными темами форума стали вопросы совместного сотрудничества в области медицины, регионального развития и обмена человеческими ресурсами. Участником форума стал и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Кроме того, на площадке форума прошло второе заседание Ассоциации ректоров вузов России и Японии, созданное в 2016 году и содействующее развитию академических обменов, созданию совместных образовательных программ, лабораторий и научных исследований. В рамках форума ректор КФУ выступил с докладом и рассказал об успешном сотрудничестве Казанского университета с вузами Японии. Первым нашим японским партнером стал университет Каназава, о котором сегодня уже много говорили здесь, в этом зале. В основном это были совместные исследования в области физики низких температур. На сегодняшний день нашими ключевыми партнерами в Японии являются Академический институт Рекен и университет Каназавы, с которыми у нас подписаны соглашения о сотрудничестве, а с 2018 года действует трехсторонний договор КФУ Рекен-Каназава, что дает основание говорить о создании своего рода тоже консорциума. Напомним, что Казанский университет развивает научные взаимодействия с коллегами из вузов Японии еще с 1995 года. На сегодняшний день сотрудничество реализуется в рамках 15 договоров с организациями-партнерами. Итак, наша программа подошла к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале универтого. Всего доброго! Вел программу Ильдар Каремов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова